Теперь-то ясно. Нынче, граждане, все ясно и понятно. Скажем, пришла масленица лопай блины. Хочешь со сметаной, хочешь с маслом, никто тебе и слова не скажет. Только главное, на это народных сумм не растрачивай. Ну а в 1919 году иная была картина. В 1919 году многие граждане как шальные ходили и не знали, какой это праздник масленица. И можно ли советскому гражданину лопать блины? Или это есть религиозный предрассудок? Как в других домах неизвестно, а в нашем доме в 1919 году граждане сомневались насчет блинов. Главное, что управдом у нас был очень отчаянный. А с тех пор, как он самогонщицу в номере 7 накрыл, так жильцы до того его стали бояться ужас. И помню, наступила масленица. Сегодня, например, она наступила, а вчера я прихожу со службы. И кушаю, что было. А жена вытирала посуду полотенцем и говорит сухо. Завтра, говорит, масленица. Не испечь ли, говорит, блинков, раз это масленица. А я говорю. Погоди, говорю, Марья, не торопись. Несусь, я говорю, прежде батьки в петлю. Праздник, говорю, масленица невыясненный. Это, говорю, не 1925 год, когда все ясно. Погоди, говорю, сейчас бегаю во двор, узнаю, как и чего. И если, говорю, управдом печет, то, говорю, и нам можно. И выбежал я во двор. И вижу, во дворе жильцы колбасятся. В страшной такой тоске по двору мечутся. И между собой про что-то шушукаются. Говорю шепотом. И насчет ли масленицы колбаситесь, братцы? Да, отвечают. Смотрим, не печет ли управдом. И ежели печет, из кухни чат. То вроде это декрета. Можно, значит. Вызвался я добровольно заглянуть в кухню. Заглянул вроде как за ключом от проходного. Ни черта на кухне. И горшка даже нет. Прибегаю во двор. Нету, говорю, граждане. Чисто. Никого и ничего. И опара не предвидится. А тут, помню, бежит по двору правдомский мальчишечка семи лет. Колька. Поманил я его пальцем и спрашиваю тихо. Ребятишка, говорю, будь, говорю, другом. Есть ли, скажи, опара у вас или не предвидится. А мальчишечка, дитя природы, показал шиш из пальчиков и ходу. Отвечаю жильцам. Расходитесь, говорю, граждане, по своим домам. Масленица, говорю, отменяется. А тут какой-то гражданин с восьмого номера надел пенсное на нос и заявляет. И это, говорит, свобода совести и печати? А я отвечаю. Ваше, говорю, дело десятое. У вас, говорю, интеллигентный гражданин и муки-то нету. А вы, говорю, вперед лезете и задаетесь. А он. Я, говорит, не из муки. Я, говорит, из принципа. Я, говорю, мне это не касаемо. Встаньте, говорю, назад. Дайте, говорю, женщинам видеть. Ну, разгорелся классовый спор. А баба в споре завсегда визжит. И тут какая-то гражданка завизжала. А на визг управдом является. Что, говорит, за шум, а драки нету? Тут я вроде делегатом от масс. Выхожу вперед и объясняю недоразумение граждан и насчета пары. А управдом усмехнулся в душе и говорит. Можно, говорит, пеките. Только, говорит, дрова в кухне не колите. А что, говорит, касаемо меня, то у меня муки нету. Оттого и не пеку. Похлопали жильцы в ладоши и разошлись печь. Прошло шесть лет. А многие граждане и по сейчас в тоске колбасятся и не знают, можно ли советскому гражданину блины кушать или это есть религиозный предрассудок. Недалее, как вчера, пришла ко мне в комнату хозяйка и говорит. Уж, говорит, и не знаю. Ванюшка-то, говорит, мой ответственный пионер. Не обиделся бы на блины. Можно ли, говорит, ему их кушать, а? Вспомнил я нашего управдома и отвечаю. Можно, говорю, гражданка. Кушайте. Только, говорю, дрова в кухне не колите и народные суммы на это не растрачивайте. Так-то, граждане, лопайте со сметаной. Церковная реформа Поп Иван Боголепов сидел за столом и с унылым видом пил четвертый стакан чаю. Потом вздохнул, расчесал гребешком бороденку и сказал попадье. Так вот, я и говорю, мать, дела плохие, делишки не веселят. Какое же тут веселье, сказала попадья. Веселья никакого, согласился Поп. Приход ужасно какой развращенный. В Бога не особо веруют. Храм посещают редко. Вообще предпочитают зрелища легкие и приятные. Давича шесть человек в храме было, сказала попадья. Нас, продолжал Поп, шесть человек. А почему такое? А ты задай себе, мать, вопрос с ответом. Почему это такое происходит? А я знаю. Я все понимаю. Нужна народная церковная реформа. Назрела реформа. Надо, чтоб в церкви созвучие эпохи наблюдалось. Чтоб и служба была заманчива, и проповеди легкие. И чтоб все было легко и приятно. Чтоб народ с интересом в храм шел. Можно просвирки выдавать. Чтоб бесплатно, предложила попадья. Поп подумал слегка. Просвирки нельзя, сказал он. Это и дорого будет. И верующие, кроме того, обманывать станут. Ловчиться будут на много просвирок. Мальчишки, кроме того, шум подымут. Тут иное нужно. Я вот, мать, хоть и верующий человек, а понимаю, чего требуется народу. Бог, конечно, материя отвлеченная. Бог богом, а ты чего-нибудь это такое подай, чтоб народ сам повалил к нам. А то давеча синематограф приехал. Все в синематограф кинулись. Там любопытнее. Попадья недоверчиво взглянула на мужа. Так это что ж? Спросила она. Не картинки ли ты хочешь в храме показывать? Не картинки, сказал поп. А чего-нибудь такое этакое, заманчивое. Рассказывать, например, можно что-нибудь легкое из текущей жизни, заместо сухой проповеди. После хор пущай споет что-нибудь крестьянское. После картинки тоже можно показывать. Из жизни, скажем, святых великомучеников. Какую-нибудь драму, например. А иконы? Строго спросила Попадья. Как их это рядом с иконами? Кощунство выйдет? Что ж иконы, сказал поп. Иконы мать ни при чем. Иконы на худой конец завесить можно или снять временно. Бог-то везде, не в иконах. Царские врата можно полотном затянуть. Экран вроде бы. Можно на нем картины световые демонстрировать. Кончил картины. Хор пущай в перерывах поет. После позволь, позволь, с испугом сказала Попадья. Так это что же? Это что же выходит-то? Это попа, клуб выходит? Для комсомольцев вроде. Поп осторожно посмотрел на жену, почесал бороденку и сконфуженно замолчал. Тетка Марья рассказала. Пошла я, между прочим, в погреб. Взяла, конечно, горшок с молоком в левую руку и иду себе. Иду себе и думаю. Паутина, думаю, в угле завелась. Сместь надо. Повела я поверху головой. Вдруг хресь затылком об косяк. А косяк низкий. А горшок хресь из рук. Этикеть молоко. А в глазах у меня мурашки и букашки и хресь я тоже об пол. И лежу, что маленькая. После пришла в себя. Так думаю, мать честная, пресвятая. Едва, я думаю, от удара не кончилось. Пришла я домой. Голову косынкой обернула и пилюлю внутрь приняла. Пилюли у меня такие были. И живу дальше. И начала, милая, с тех пор у меня дрожать чьё-то в голове. И дрожит, и болит, и на рвоту зовёт. Сегодня, например, голова болит, завтра я блюю. Завтра блюю, послезавтра обратно. Голова болит. И так она, сукин сын, болит, что ухать хочется и на стену лезть. Ладно, болит она, сукин сын, месяц. И два болит, и три болит. После Авдотья Петровна ко мне заявляется и пьёт кофей. Семь пересеем, как и чего, и почему. А я ей говорю. Голова-то, говорю, Авдотья Петровна не отвинчивается, в карман не спрячь. А если, говорю, её мазать, то опять-таки чем её мазать? А если куриным помётом, то, может, чего примешивать надо? Неизвестно. А Авдотья Петровна выкушала два стакана кофе, кроме съеденных булок, и отвечает. Куриный, говорит, помёт или, например, помёт козий, неизвестно. Удар, говорит, обрушился по затылку. Затылок же дело тёмное. Невыясненное. Но, говорит, делу может помочь единственное одно лицо. А это лицо ужасной святой жизни старец Анисим. Заявись между тем к нему и объяснись. А живёт он на Охте, у Гусева. Выпила Авдотья Петровна ещё разгонный стыкашек. Губы утерла и покатилась. А я, конечно, взяла, завернула сухих продуктов в кулек и пошла на другой день к старцу Анисиму. А голова болит, болит и блевать тянет. Пришла. Анисим, говорю, не замай. Либо, говорю, кулек назад отдай, либо объясни ровней, как и чего. А он скучным взором посмотрел и отвечает. Все, говорит, мы у Бога на примете. Чем ушиблась, тем и лечись. Ах ты, думаю, клюква, чё ж это он говорит такое. Но спорить больше не стала и пошла к себе. Дома думала и плакала и не решалась загадку разгадать. А после, конечно, решилась и стукнулась. Стукнулась с затылком о косяк. Из катушек долой. Свалилась. И мя сказать не могу. А после свезли меня в больницу. И чё ж вы думаете, милые мои? Поправилась. Слов нет. Башка по временам болит и гудит. Но рвоту как рукой сняла.